доброго утра на солнышко красота я готовлю обед у нас будет супчик что-то типа горохова там со всякими разными бобовыми кастрюлька процеживаю бульон все как всегда вот будет вот из такой вот смеси мистраль здесь и чечевица и горох зеленый и дробленый и желтый поэтому сейчас все это закину будет вариться я пока пойду делать другие дела ну что супчик мой уже продолжает готовиться это вот смесь достаточно быстро варится прям несмотря на то что я добавила его такой горячий бульон поэтому она прям быстро сварилась и по ходу концу супа она прям даже под разварится вот он уже такой видите не прозрачный бульон такой вот уже с кашицей вот это смесь добавила картошечку сейчас морковку лук без зажарки еще немного болгарского перца решила добавить пойду за петрушкой все супчик варится я пошла за петрушкой очень рада останется добавить зелень и чесночок я успела еще помыть голову и в общем очень этому рада потому что сегодня мне идти на собрание к антохе вчера сижу не ходил до гриши сегодня як с антошкой причем пойду искали приходить спортивной форме не знаю что это будет какие-то мини соревнования наверно вот пришла за петрушка вы знаете петрушка уже прям подросла вот себе пучок можно нарвать раньше я просто и щипала чтобы просто были листики тут прям уже такие ножки вот достаточно длинненькие что себе на пучок вот сейчас вот на суп можно нащипать папа там уже что-то культивирует с мамой мотоблоком я уже готовлю наш ужин это гуляш ясно я вообще хотела гуляш не знала какое у мясо оказалось что мясо на кости но ты как мой муж очень много мяса не срезает с кости то есть вот это все было на кости и с этой косточке что-нибудь приготовим я ее поварю а здесь будет сейчас гуляш все порежала небольшими прям маленькими кусочками поставила уже сковородку греться здесь суп на обед в общем я счастлива будет гуляшик мяско тушится здесь у меня пшено один к двум то есть два стаканчика пшена четыре стаканчика воды немного соли сейчас ставим на режиму крупа ты включилась вообще что-то тут не то а это штука вытянут все выбираем режим крупы это 25 минут все отлично каша готовится гуляшик тоже осталось почистить лук морковку думаю что еще сюда можно добавить мне там по-моему есть стрючковая фасоль может быть ее еще добавлю сейчас посмотрим я добавила сюда немного болгарского перца замороженного и было у меня совсем чуть-чуть фасоли вот такой зеленой стрючковой чем все здесь немножечко пропаривается за счет того что очень замороженные и они все равно выделяют водичку вот ее прям видно и заметно сразу по консистенции сейчас все разморозится я буду делать заливку заливка будет просто вода и томатная паста я вообще люблю еще добавлять сметану но сметаны нет поэтому будет просто томатная паста и потушится немножко эти все тушится добавила немного сахара еще подсолила чтобы не было слишком кисло потому что здесь у меня оказался и томат мой который на пол банки это просто какая-то вода и томатная паста в общем здесь все смешало теперь все тушится ждем начинает вот уже закипать шевелиться здесь все а у меня вообще тут малышева сама от себя не ожидала просто смотрю поставили тут блин ограждение возле школы которые мешают дети и викторию мы еще кстати всем пока сейчас мне еще нужно ешь сама сегодня папы нет мне сейчас нужно поехать еще гришу собрать ну как а что это за стишок тебе дали ну значит выучим да стул чинил сегодня мастер клеил он его и красил мастер стул перевернул стал на c по хотим стул так мы с сынули идем обедать и идем куда еще игришку я же потом везу сегодня еще собрание у антошки такое интересное собрание с детьми и да нужно приходить спортивной форме будут соревнования да да конечно это же в кабинете наверное будет пошли спортзале вообще туда круто мои покупки лаваш купила детям где-то белый хлеб уже выложила обычно еще не так захотелось я смотрю они прям такие свеженькие в люксе знаете что черно курага чернослив и финики так финики 160 рублей за килограмм чернослив 155 курага за двести семьдесят пять рублей за килограмм и в общем круто буду сейчас помою все просушу полотенцем буду кушать и сахарной пудрой набрала как всегда в люксе всегда свежая всегда мягкая это и все равно просеиваю но в любом случае это когда-то купила в каком-то другом магазине видно что она там уже столетняя она дубовая игре я такую брать не буду они меня на меня смотрят разобьешь палкой скалкой типа или чем-то там разобьешь я не буду ничего разбивать если есть свежая поэтому беру в люксе ребята я насеяла муки я такой счастливый человек и что хочу сказать вот тестушка уже здесь разрыхлитель все это работает видите тут какая пенка это значит что мед правильный то есть все тесто стало белым вот оно какое значит что мед правильный спасибо вообще моим подписчикам это все вы мне рассказали потому что раньше я на соду гасила сейчас я кладу разрыхлитель но не суть что вы мне даже говорили что соду не нужно гасить уксусом потому что мед в меде есть такая кислота в настоящем да у нас мед домашний поэтому это вообще настоящий мед сто процентов я видела чем мы кормим пчел что мы вернее мы их ничем не кормим они сами там работают и вот и оставляем ему на зиму вот ну там в общем такая красота медовая сейчас сюда вы добавляете это на три порции моих сейчас покажу вам записи рецепта чтобы понимали я делаю замес вот в этой икеевской большой мисочки на три порции это 300 грамм сливочного масла и 6 яиц вот примерно по ингредиентам сахара у меня там какой-то пост есть по всему этому процессу поэтому здесь уже мне 180 градусов а не 200 кому интересно вот еще рядышком тесто для пиццы тоже кстати классная правда выход не очень большой но знаете ли пиццы я делаю тогда 2 но уже давно не делала хочется если честно хотите пиццу домашнюю я очень я вообще вчера смотрела уже вообще 100 лет не смотрела не сайбели никого я там еще раньше смотрела марьян дейс из финляндии вот вчера включила и сайбели пересмотрела вот в общем я вам уже вчера говорила да что они там у мяса не едят и все так прикольно мне если честно ну не то что как-то близко это или фу я вообще не люблю комментарии серии фу ты коза ты дура ты что делаешь каждый человек сам поймется просто я делать до севы воды буду я так делать или нет или наоборот смотрю а дальше если что-то непонятно чтобы понять близко мне это или нет буду пробовать или нет но блин от мяса я отказаться не могу это моя любовь вообще еда моя любовь поэтому по мне наверно это заметно да что я люблю покушать вот а вчера еще смотрела марьян дейс мне оказывается тоже там полгода не снимали вот тоже семейный канал и они делали в каком-то видео пиццу которая не получилась там какое-то отвратительное было тесто если честно но начинка была ветчина креветки и ананасы ну соответственно томатная заливка там какая-нибудь да томатный соус и сыр вот в общем мне теперь захотелось я вчера сержаню гри я хочу пиццу с ананасами с креветками и с ветчиной он на меня посмотрел потому что он не любит это сочетание сладкого типа ананасов поэтому он отказался но я хочу поэтому скорее всего на выходных будем бахать такую пиццу кто с нами покупать тоже продукты тесто я вам показала в хлебопечке его замешаю и все круто и будем делать пиццу но это наверное воскресенье потому что суббота у нас у гриши кино в динскую пойдут с классом а или в понедельник в понедельник кино 25 а субботу у нас каратэ да субботу каратэ субботу вечером каратэ может и в днем сделать пиццу блин кино походу в понедельник в общем ладно с этим разберусь я походу все забыла какого числа им ехать сейчас посмотрю в ватсапе ну все я пошла готовить тесто все закрываю везде окна потому что солнышко закончилось все его кто-то выключил и включил тучи и у нас теперь тучи сейчас пойду сниму белье потому что мне кажется что начнется дождь если он еще не начался и смотрите помните я купала я не помню я тогда вообще это показывала я прям в ванну ставила вот эти фикус бенджамина и купала его и вот сколько тут молодых листочков прям очень много он походу очень любит влагу смотрите тут прям прям пошла жизнь поэтому нужно еще будет наверно покупать его тут тоже заметно много молоденьких зеленушек и вот тут вот тут они у меня такие странные переплетаются взломщики взломщики не верьте им это неправда это это короче у нас все наклейки мы их купили да прикиньте в инстаграм купили наклейки сейчас пойдем получать дракона это то же самое как ВК стикеры ВКонтакте да короче пойдем сейчас получать посмотрим что из этого получится а я одну забыла доклеить глянь 20 сейчас пойду сейчас доклею у меня тут где то есть в кошельке настоящие купленные заработанные за 200 как они настоящие ну как они настоящие какие если я вас тут хочу слушать голубенького ну бери или вот эту Гриш ну ты можешь быстрее выбирать или вот эту а кстати на эту можно рисовать да ну глянь раз да ну это плохо видно все равно ну хотя бы как нигде дети тут уже клеят наклейки кто хочет это мы купили кстати через инстаграм кто хочет напишите мне в инстаграм в личном сообщении я вам пришлю аккаунт где мы купили наклейки рубль наклейка стоит а не 250 рублей как вы могли 300 штук от 300 штук рубль наклейка мы тут унес а прикинь 700 не хватает ну 70 ты заходишь можно мне пожалуйста одну наклейку ей вот и это присылает девочка заказным письмом прям даже кидают это все или не заказным письмом ну короче чем то таким что кидают сразу даже в почтовый ящик это просто не я получала мы тут все вместе всем скопом кому нужны эти игрушки покупали не знаю а че он нас забанит мы все равно туда ходим ну просто он тоже иногда нас обманывает не только же он может нас обманывать с ценниками не те ценники вернее ценники одни цена на кассе другая поэтому я сначала думала все наклеили уже по одному еще можно брать угу что может быть круче чем наклеить наклейки дам дам которые в совместном проекте участвовали, который называется «Город Бук». Ты прочитаешь о зверях, о растениях и машинках, ты бываешь на морях и на седых машинах. Бук, надо ли запоминать, без ошибок точно, а звука, а звука каждому нужна. Нам поможут книжки просчитать она. Книжки могут рассказать об о том наследстве. Очень любят их читать, но сожженные и дети. Ой, мы сейчас с Антохой идем домой. Пошли. Я тоже взял. Кого? Курую карточку вот эту. Пошли, ничего страшного. Зоя, привет. Как у тебя дела? Все, проблем нет, Зоя? Все хорошо? Жизнь налаживается у тебя? Да. А то я переживала, есть у тебя проблемы или нет. Уже нету? Ага. Ага. Коля сейчас меня удивил. Расскажи, что ты сделал, Колян. Как я тут села на диване, ела творожок, а он прямо аж от стола дошел до меня. Вот это все за еду, да? А просто так вот ползает себе и ползает. Что ты там включил? Алло. Позвони папе. Скажи, папа. Алло. Как ты говоришь? Гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри-гри. Ну что, на сегодня все. Я иду спать. Делаю вот такие прянички. Блин, заливка. Это, конечно, любовь любовная. Вот. Завтра все дорасписываю кисточкой. А пока спать. Так, что еще у нас? Вот еще прянички. Имя будет золотое. Все, животных упаковала. Все, красота. Все, идем спать. Я used to believe.